Начиная пресс-конференцию, начальник управления здравоохранения Брестского облсполкома Светлана Крапивина подчеркнула, что вступление в силу нового документа ничего коренным образом не изменило. Скорее, просто усовершенствовала и структурировала уже имеющуюся систему по отпуску лекарственных средств. Никаких ноу-хау в списках рецептурного и без рецептурного отпуска не произошло. По-прежнему большая часть, 59% лекарств, продается без специального врачебного разрешения. Порядок отпуска из аптек, он не изменился. Лекарства отпускаются из аптеки как по рецепту, так и без рецепта. Без рецепта на сегодняшний день отпускается около 59% наименования лекарственных средств. 41%, если быть точным, отпускается по рецепту. А основная масса лекарств отпускается без рецепта. И это те лекарства, тот перечень, который предложен населению для оказания себе самопомощи, который предназначен для самолечения. Это те лекарства, которые обладают минимумом побочных каких-то эффектов и которые могут применяться именно в домашних условиях без наблюдения врача. Стоит понимать, что список строго рецептурных лекарств также не берется, образно говоря, с потолка. Существуют определенные нормативы, согласно которым и проводится классификация. Силу, побочные действия, необходимую дозировку и срок применения препаратов, которые отпускаются по рецепту, может определить только доктор. В обход врачей их не то что применять, даже покупать не стоит. Именно для этого и существует подобная рецептурная практика, направленная на исключение самолечения. Анархичность приема лекарственных средств, нарушая дозы, нарушая кратность приема, прописанная в рецептуре, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Любое лекарственное средство, особенно при назначении пациентом-хроником, должно иметь дозу, подобранную врачом, кратность приема, обусловленную особенностями действия лекарственного средства, химического состава. А в каждой аннотации прописано, два раза в день принимать, один раз в день принимать, три раза в день. Это не просто так прописано. Опровергли медики серьезность еще одного опасения пациентов, касающегося больших очередей в поликлиниках. Конечно, нагрузка на докторов существенно увеличится, и время для отладки необходимо. Однако рабочая колея будет найдена, а под контролем врача человек скорее пойдет на поправку или найдет отлаженную схему лечения, при которой рецепты сможет выписывать либо помощник врача, либо медсестра. Сейчас выписка рецепта настолько либерализована, что если раньше врач мог только на латинском языке писать, то сейчас мы будем на белорусском, сокращения упрощены, все это очень грустно. Паспорт начать достаточно короткое. Мы мониторили, выписка рецепта занимает 15-20 секунд, если это сочное лекарство для врача. В конечном счете данная мера должна сработать только во благо пациентов. Получение рецепта на препарат мотивирует их на поход в поликлинику, которую многие, даже тяжело больные, жители Брещины обходят стороной годами. А ведь контроль врача – одна из главных мер, способствующих успешному лечению. Любое лекарство по сути своей яд, и пользоваться им в лечебных целях можно только под бдительным оком специалиста. Продолжение следует...